всем привет всем привет дорогие зрители друзья дефрагеры с вамиуди и enter да мы сегодня будем делать обзор на карту idm25 уже ушедший варкап который был на прошлой по моему неделе догоняем потихоньку уж ушедшие и на данный момент буди сейчас делает пробный проход по карте потом я пойду покажу все что там есть и моменты где ходится и потом будем спутать демки до кого такие вот моменты сразу в глаза в принципе бросается то что тут но подниматься надо будет все равно еще со старта там можно все разглядеть дает плазму все бусты 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 вот тут вот единственное будет наверное непонятно первый раз первые разы наверно будешь блуждать куда идти не так чтобы очень сложно разбираться ну да по идее там запоминается вот буквально со второго раза уже тут у нас коварный оп коварная лестница которая не работает по ней нельзя забраться интересный плазмак лимб и нам надо значит на ту сторону но я уже честно сказать поиграл я немножко так что особо без затупов в принципе берем без истина у нас телепорт так нам дали без плазму значит мы теперь можем по моему про плазмить вот здесь вот давно и так не играл конечно начались первые проблемы в принципе карта и кнопки когда плазмишь ну без ямы подлетаешь да да я не успеваю в принципе карта более такая скилловая чем вчера мы еще делали чем ран готи если ран готи может в принципе пройти каждый тут по моему надо будет немножко больше постараться чтобы пройти здесь есть проблема при прохождении маккер и земли очень хорошо продумал а протестировал или мама мало в количестве людей давал ее на тест а он по моему вообще не давал насколько я знаю потому что никто не брался а сам у него самым как не решается может тестить потому что у него скилл такой скажем средний и для более скилловых парней допустим если те же пады строить то будет как ну можно не угадать и будет все перелетаться там вот эти вот все проблемы обычные ну и собственно это финиш у нас такая карта если вот примерно первый взгляд от более опытного уже лица без особых затупов складом со скоростью без гб вода здесь как бы нету дается просто просто ну вообще сразу покажу две идеи которые у меня были в голове а потом пусть и ментера поиграть была изначальная идея забраться сразу наверх так как тут в онлайне только в онлайне это долго его в оффлайне тоже да это у меня я пристил и когда келяешься потом появляешься уплавишь даже так ну это видимо только скилла может она приставка его нету вот ну в общем-то особо пытались туда все все пытались по моему долететь ни у кого это не получилось да потому что кончик вот этой вот рампа наверху он и чуть выше чем возможно долезть при оба ну прям приз в обе до приз в обе по моему даже при обе ты хрен залезешь потому что ты подлетаешь на такую высоту что тебе даже заступом не хватит буквально очень мизера чтобы заступить на него вот это наверно единственное что ты станул пойдем на своей карте чтобы невозможно было залезть соло вот ну и следующая идея у меня была залезть в труб так как трубы в принципе не совсем круглые получается они но они как бы получается вот или или прям круглую круглую и не знаю но это патч круглые они через цилиндры сделаны округа в общем-то на краешек от кашка можно отпрыгивать от краешка как бы телепорт сделан чуть чуть ниже сами трубы и если попасть на их кончик можно подлететь или как чуть-чуть вверх да ну даже так вот стою вот я предел выше немножко но и тут я думал как же это воплотить то есть с труп залететь сразу в ту дырку я делал отсюда два джампа вот так пытался как-то на край прям прыгать ничего не получалось в в итоге все мной ничего не получилось основное была попытка большинство попыток было вот таким образом то есть просто с первого пада и времени особо не теряется если получается как ты не делаешь лишних прыжков и в принципе самый быстрый вариант в итоге возможно вот точно сделает может быть руками один из 100 получится как бы в прохождении это маловероятно что кто-то будет это использовать да ну я пытался пытался достаточно долго пытался даже рука затекала у меня ничего не вышло и покажу вторую идею то что вот помню из того что находил может быть enter даже так заюзал я юзал вот эту рампу ты не не прыгал тут нет я про я проходил без оба то есть я прыгаю на скорости там ну примерно спейсинг я там подравнивал я прыгаю получается сюда прыжок но на краешек и вот сюда получается double jump я залетаю вот на эту платформу с этой платформы сейчас покажу примерно вот здесь это клик вот то есть вот так вот видел по идее там скорость можно 1200 где-то даже сделать 1300 примерно и плазмой даже подровнять себя и ну с большой скоростью сделать это double jump и залететь сразу наверх как я тестил у меня в принципе почти получалось я залазил просто наверх на эту сейчас тройхарды пошли я залетал просто сюда то есть меня вот от этой рампочки относила но я достаточно резво это все делал достаточно быстро выглядела возьмел здесь до боли надо было заводить с дерма и в манда потому что здесь сделано несколько нехороших вещей которые из-за которых приходится киряться на середине прохождение плазма кончается хп кончается все вообще постоянно кончается и до конца карты 6 дайте ну вот и поэтому еще в этом смысле ранг от и было попроще там не было вопросе это но все равно ну да там ник более предусмотрительно тыкал всяких там мег кредов шардинок вот я в общем-то сюда за за плазмировал отсюда просто прыгал и там просто как вот с одного прыжка я взял тут же делал гб и лечу туда куда надо вся проходил вот так демка я не отсылал потому что ну там четыре минуты две у меня был тайм то есть начало вот это я сделал нормально все остальное засрал там не знаю сколько бы вышло если бы вышло и времени как-то особо не было играть но вот то что я нашел в принципе могло может может быть кто-то даже так и покажет посмотрим демки ну и давай enter покажи нам как надо ну я сначала ее разбирать наверное буду где тут чуть как байк баги покажу в конце потом попробую наверное пройти и разок и потом будем смотреть демки надеюсь немного времени займет сначала вариант ну я начали очень много делал рождение с обам начинал то есть этот об который ловится теряешься ловишь об собой прыгаешь и стрейтишь в конце но не в конце после какого-то времени игры я заметил то что здесь есть телепорт который можно упасть и который тебе дают скорости и как бы это получается даже быстрее при чем делать если при чем сделать во первых он маленький получается и скорости мало и ты приземляешься на этот самый краешек а при джампе ты ну не знаю проще сюда в телепорт падать это и не надо геморройца с прыжками и в ваку-3 точно так же из телепорта проще выходить и в общем проще вот и пор падать и все самое практичное получается здесь есть две дорожки в ваку-3 сепим я проходил обе физики вроде как долго мучился сепим здесь дорожка обычная три прыжка на вот эту трубу дабл джамп и вот таким вот образом залезается наверх неплохо я тоже не сразу узнал что оказывается у вот не помню то ли ваку-3 то ли где-то еще играл то что вот у этой платформы и да вроде только у нее и может быть вот такой и здесь уголок не спилить здесь клип уголки лишь я стою на нем и езжу офигеть я думал тут вот и потому что поэтому если делаешь здесь дабл джамп то спокойно допрыгиваешь туда ну и плюс нужно прыгать на эту трубу которая круглая и все-таки этот под когда мы подвинули было бы проще на ваку-3 прыгается также труба сюда на этот под на этот под и также прыгать с под этим паником это стандартная дорожка есть дорожка ваку-3 где можно прыгнуть как будто я ваку-3 прохожу то есть по сюда 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 потом прыгают на эту трубу залезаю на и по этой трубе сюда и отсюда уже строить туда дальше но это по харту это это может быть быстрее на 0 2 секунды то есть на две десятых секунды но это очень сложно геморр на и прям один из десяти получается если не реже я замучился пытаться вот каждый раз проходить эту дорожку поэтому просто делал стандартным путем и вроде выглядит лучше и может меньше генера но это попроще будет наверное опытным выку трикером типа youtube на может дима норы и это будет рандомную эту трубу нифига подобного я я даже им советую проходить по стандартным так делаем прыжки распрыжка пьем здесь берем плазму делаем boost я сделал один потому что вот на вот этой вот на этом пол очень тяжело сделать boost потому что я не да 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 не понятно потому что здесь тоже этот выстав который спотыкаешься постоянно приходится комбирать ступеньки криво сделаны в которые нельзя заходить приходится прыгать в общем тем не получится табл джампом все их перелететь воткнешься и слип не очень удачно сделан потому что надо поворачивать чуть левее скорость меньше чуть правее втыкаешь в ступеньки ну ладно в общем и сделается это все на этом ступеньки разгоняешься до 1300 где-то прыгаешь да и в тот уголок как стандартная дорожка для тех кто пытался и не понимал что за парк вот с измерили по телепортом и он просто я выхожу и ловлю маленький об видели боков как горело то есть я словил маленький об меня подкинула на маленькую высоту стики высоту и с этой высоты я не могу не вижу это топ то есть если я подпрыгну то он появится вот андреев то есть это из-за немножко кривого выхода из телепорта такая штуковина дальше 5 по стандарту я сначала долго делал подъем налево подбор этого всего здесь или буст или просто в уку 3 и обратно проходил по хардкору можно все это делать оказывается да можно делать таким образом то есть не подбирать там ни хп ни бронь плазмить сразу сюда здесь сделать буст или просто много скорости и или дать эту рампу вот видели здесь я вот где то вот здесь вот в этой этой области дается хп и ну хп и броня и этого хп и брони хватало чтобы добраться дальше офигеть слушай даже но не только все прям даже в уку 3 я так поднимался вот сразу направо здесь номера много скорости здесь в уку 3 прыгал и здесь у меня вот в этом месте как раз буквально 10 хп оставалось когда я подбирал ну точно по хардкору прям в уку 3 это сложно в cpm это проще потому что здесь делаешь не за буст и просто долетаешь спокойно до того места и дальше проплазмливаешь и газ в броне получается не нужно начально вообще думали что она как-то связано с гранатой который дальше дается или там с этим с батл суетом но они не связаны и можно спокойно без них проходить сейчас я попробую как-нибудь пройти у меня 90 полозменник осталось очень надеюсь что этого хватит 44 если бы я потратил 7 пришлось бы киряться из как бы батл сует который можно в уку 3 перепрыгнуть это очень дико раздражало приходилось дома его можно повыше так-то поднять да пойти но он то есть по-хорошему мапперы его чуть-чуть приподнимают они его в воздухе вешают чтобы в уку 3 он не перепрыгивался или три или триггер делает этот например который попал сует дает здесь он теперь подбирать в принципе нормально здесь я не сразу понял что за это оказывается телепорт то есть я брал бот всю и бежал назад прыгал там шелом во добром в первую комнату в общем возвращался даже дорожка оказывается мы тут и не видно да тут непонятно вообще что это телепорт тут вот у нас имеется батл суеты 200 плазминок и мы можем теперь плазмить по тому пути если мы поднимемся наверх мы не можем поднимусь и посмотрю что там видно здесь должен быть рокеты мы и его пока нету и без рокета не так вода без квада нету финиша то есть нужно сначала идти вот в ту подбирать гранату после гран подбора граната тогда появится этот рокет вот здесь вот этот выступ зачем сделали он тоже тупой вообще кстати да лазер в цел в целом карта не смотрят на такие косяки вот такие вот и косяки в целом карта очень даже играбельная с таким хорошим геймплеем последовательная здесь при падении вниз имеется два варианта или мы падаем делаем прыжок и потом плазминок либо можно прям прям сразу с самой рампой начинать плазмить и таким образом здесь не очень хорошо сделано если чуть выше плазминка опекаешься в этот уголок который здесь сделаем в общем ладно а комнат нафиг не нужна как декорация тоже много декоративных элементов граната которая тоже может в кутре перепрыгиваться я как я понял здесь сделано тоже очень непонятно куда идти че дальше делать при первом взгляде то есть то ли наверх то ли еще что-то делать я думал уже нужно гранату кидать туда налево плазмите потом уже назад но оказалось проще подходить к левой стенке плазмить вверх и сразу сюда выходить то есть это быстрее получается хоть и чуть сложнее выворачивать вот так ну что граната я подобрал осталось 46 секунды в баклы я постараюсь чуть-то быстрее дальше дать до финишировать а там не дадут больше да не дадут нигде здесь два варианта прохождение либо мы бежим справа либо слева либо по центру по центру был сложный вариант потому что переключаемся на граната кидаем ее под низ ловим ее из класса залезаем наверх слушай а так статьи ни разу так не сделал кто не сделал я я ни разу так не я даже не подумал что так можно сделать я не понимал зачем вот эта штука нужна по которой ты сейчас я делал я вообще сразу при выходе из из телепорта я кидал граната вот туда потом из прыжка и и ловил здесь вот ходить и покончится давай я дима все-таки сделаю где сразу сделай сейфпост сюда или как или там не надо будет сюда не нужно будет уже проходить сына у меня практически все оружие будет ну да да так 4 вот здесь тоже наверно маппер не продумал потому что если чуть-чуть замешкаешься входишь сюда подбираешь плазму а теперь нужно переключаться еще на гранату и потом уже ты сможешь только ей выстрелить из-за подбора плазмы успевал приключиться на гранату общем удобно сделано ну да такой момент тоже конечно надо учитывать я при выходе прям сразу как только выходил из тела вот туда и потому что подбирал плазму это раздражало на самом деле неудачно сделано вот имеется вариант ну здесь как бы два варианта справа здесь можно вот здесь вроде бы даблжамп сделать и подняться плазма слева точно так же нет не точно так же слева там через дырку которая находится которая уже сюда поднимался так ракеты нет потому что я не взял гранату сейчас я и батлсис сбыв угол нет кстати кстати я через обклипом причем хитрый энтер какой так теперь я вверх здесь рокета нет это я просто для вида забираюсь так получается берешь рокет здесь да я беру рокет и с рокетом вроде как дохожу до финиша финиш у нас с той стороне сипе мбуку 3 у нас два три варианта мы если дам так набрал я батлсвита либо мы с рокета делаем 2x где-нибудь здесь либо мы надо было сейфа сделать что-то показать либо мы после рокета делаем rg и вот отсюда то есть сюда приземляемся куда-то здесь делаем еще один rg и прыгаем дальше то есть но я вот так тоже рассматривал да хороший вариант но хороший вариант быстрый но сюда очень сложно попасть потому что не знаю криво сделано и не ударит удобно я его отклонил сразу почти да из-за вот этих вот висячих и есть вариант cpm например вот таким вот образом славы я проходил да я тоже кстати так делал ну самый быстрый по идее получается удобно быстро стенка есть под которой можно несколько раз выстрелить вот ну в оку 3 в оку 3 я не узнал эту стенку я прыгал через вот эту вот яму здесь рокет здесь рокет здесь рокет вниз в эту стенку ну я много тестировал как тут можно проходить и у меня лучше всего получалось дальше у нас имеется поворот здесь невидимый клип который не знаю зачем сделан точно прикрутили поворот в сторону здесь даже ракет от всего что можно подъем на верх наверно можно сроки там наперед как-то да воплотить честно нет скорость ну в cpm скорости тут дохрена очень много поэтому просто подроки то всего что можно поворот рокет в эту стену и подбор вклада после подбора при взятии как раз вот этого скорости финиш финиш триггер срабатывает если у меня сейчас таймер шел то вот он бы при выходе из телепорта получается заканчивается и финито так скажем так я попробую сейчас пройти пем дорожкой как я вроде проходил я попробую потому что у меня конечно будет не получаться как-нибудь общих чертах да чтобы было понятно как это все все вместе примерно выглядит кривой слик который цепляется все что можно с ним зацепил здесь начинается по хардкору и словил boost 52 хопа когда ли как раз по граню точно по хардкору Точно, точно по-хруткору. Ну, карта очень динамичная. По идее, как бы, есть и косяки, конечно. Возможно, IDM поторопился перед выпуском. Возможно, просто как-то не решил, что и так сойдет. А, я куда-куда. Граната. Блин, забыл наперед кинуть. Я забыл, куда идти, что делать. Ну, с гранатой наперед здесь быстрее получается, да? Ну, вроде да. Она делает буквально один-два прыжка. В принципе, запомните, мальчики и девочки, если есть возможность кинуть гранату наперед, как правило, это всегда быстрее. Так что... Так, я, наверное, чуть-чуть покажу очень нехорошие вещи, которые на карте нашлись. Я очень надеюсь, что это недолгое время займет. Начиная с нехороших вещей, это начиная с того, что вот здесь вот потолок он простреливается. То есть можно... Здесь нет. Да. Здесь нет. Вот здесь вот на выходе его... Кончается что там? Нет. Нету вот здесь вот на выходе его. Имеется возможность прыгнуть в тот телепорт. Вот таким вот образом. И не надо ни опловить ничего, но все же это медленнее получается. Имеется также очень нехороший... Сейчас я сначала... Нок-липом доречу до туда. Или засеивается. Сейф-пост здесь сделаю. В общем, вот эта стенка, которая насквозь просто пропрыгивается... Да? Да. Офигеть. Имеется... Там вроде бы нету больше дырок. Так, где еще дырки? Еще есть несколько дырок, которые мы нашли. Я нашел. Вот здесь. Одна вот здесь вот наверху вроде бы есть. Может я ошибаюсь. Но ее очень сложно достать. Плазмка вообще. Да, имеется вот здесь вот дырочка. Черный потолок. Здесь обычная плазма тоже можно. Вот такая вот дырочка. Дальше имеется еще дырка вот здесь вот хорошо сделанная. То есть можно вокруг карты прыгать. Вот маппера видите? Вот это что вот я сейчас, кажется, не делайте так. Пожалуйста. Да. Прислушайтесь к словам опытнейшего человека. Не делайте так. Потому что если на карту можно вот таким вот образом выйти за нее, и где-то в нее попасть, то есть вероятность, что этим можно будет воспользоваться и придется так проходить. А это не есть хорошо. Ну, может быть, IDM так и задумывал, что вот так, вот так, все надо. Вот здесь, в принципе, я заранее переключался на гранату. То есть где-то в этом месте после плазмы. Выходил и сразу вот туда швырял ее. И здесь уже ее ловил, использовал. Так, и еще есть у нас хорошее место. Пасит хп. Хватит. Сейчас я и бакл свитер. Еще вторых. Так. Есть дырень вот здесь вот, где черный кран. А че, почему-то тырки в на псу? Меня спрашивают, зачем он дырки делает? Ну, может быть, он неосознанно. Может быть, осознанно. Как знать. Надо узнавать только у него. Ну, в общем, вот такая карта, но на прохождении это не сказалось. К счастью, к счастью, это не сказалось, потому что если бы так надо было проходить в оригинальном, ну, в самом быстром прохождении это было бы очень плохо. Так, ну, в принципе, карту рассмотрели. Я как-то ее прошел и давайте сейчас демки смотреть. Так, я вышла сервера. Temos WarCups 153. 163, да. Начнем с раку 3 демки почему 2 демки Дюльгада. А, Бригант. Я их перепутаю. Дюльгада Russia Moscow Play. Ага. Скажи, раки все на одно лицо. Похожу, перепутал. Ну, Дюльгады, как всегда, в общем-то, походу, просто как попало, прошел. Что-то потестил, видимо. Тихонечко. Тихонечко прыгал по падам. Пользовал. Вейв. Падики, которые там были. Интересно, кто-нибудь найдет какую-нибудь нестандартную дорожку. Ну, вот, посмотрим, на что было способны. Дюльгада, я так понял, думал, что по решетке прыгать нельзя. Ты видел, он ее обскакал полностью? Он, скорее всего, даже не знал, что по ней прыгать можно. Так вот, Дюльгада, можно? Вот, он удивился, то что. О, О, вот тебе и нестандартно. в ЦПМ-то, кстати, проще будет реализовать и даже при хардкорном твоем варианте это будет, мне кажется, ПП-быстрее. Нет, там в углу же лежит мега, а без меги у тебя хп не хватит. поэтому как бы в угол прыгать нужно. Прыгнул с правой стороны, долетел с первого раза. со второго, нормально. справа си. Интересно. Тревая дырка не взял. Так и бывает. даже вниз упал. Аааа. Дааа. Вот она жизнь эта, бригада. Ты давай как-то демки. Пусть телепорт не выпал. Да. Раз. Ты давай нам вратим. Демки-то давай нам, дельгада, пиши хорошее. Да. Старайся. Не надо нам для галочки. Ты давай свой скилл подравнивай. Следующий. Бригант Раша. Да, он второй вроде. Фейнс. Ты последний. Лайк. Третий, да. Третий. Это выше, чем предпоследний звучит. Ну, топ-3. Извини меня, на такой карте. Так еще и в ку-3 физике. Это же надо постараться. Уже более четенько. Ну, бригант в принципе радует. Исходя даже по предыдущему обзору карты Ранготти как-то больше. Как-то он вот потехничнее что ли исполняет. Более старается так. Делает стандартный оп. Влезает наверх в принципе. ку-3. вот эта рампа она очень неудобная. Ну, сложная. Ну, да. Тут тут надо спейсинг. Прямо передней приземляться. Да-да-да. Пришлось притормодить, чтобы подобрать. рампочка, которая мешающая только 3. Для нее постоянно цепляешься. Обз ловил рандомные на рампе. Да-да. Не знаю, как это с этим быть. Если обзамедляют такие демки. Ну, как бы, да, получается же все равно рандомный ваул, да? Это считается рандомным ваул. Ну, да. Ну, видимо, вот принимают. Да, нормально. Он же его не использовал, как бы. Я так, я ловил, когда такие обувы. У меня было пару раз, что рампа мне давала... рокет наперед. Рампа мне давала в 2 раза больше скорости, потому что там падаешь ведь на определенную получается высоту. Ловишь этот об. Если ты просто прыгаешь, то он тебе получается скорости не дает. Ну, как обычный об. Если ты не прыгаешь, то скорости больше. Да, то есть у меня было так пару раз, я задержкой прыгал просто. Ну, так получалось. Что-то тупил на рампе. И из-за этого у меня даже где-то рекорд такой стоит. рандом на рампе. феос раз мт плей. Угу. Феос топ-2 красава. Уже плюс 20 секунд практически от бриганда. Пользовал как раз вот эту вот трубу. Угу. Проходил по центру не как некоторые. Ну, реально некоторые даже не думали, что по центру там можно. А вот здесь можно подниматься с плазмой, но если ты поднимаешься здесь с плазмой, то тогда уже направо здесь не получится поворачивать. Пусть не хватает вообще никак. Ну, это да. Поэтому я вокруг уже вот феос более более скилловый такой даже прям ну, сразу видно, что чувак поопытнее как-то отточенности движений есть. Долетел прям хорошо. Ага. Ну, пока все хорошо. В принципе, очень даже больших таких остановок практически мало было. Без гранаты подъемом вверх. Ну, ты вот пока не сказал, что там гранату можно юзать. Я вообще не подумал. Ну, не знаю. Есть граната, есть плазма. Нужно залезть наверх. Логично использовать ее. Ну, я просто там по стене плазмивую залезть. О, неплохо он здесь лазмитый использовал. Странно, что не рокет. Чтобы не так было. Ну, да, вполне не стандартное решение. В принципе, тоже пощается. Почти перепрыгнул. Да, было бы обидно. Моя депка за 1,17. И топ 1 победитель в всей России. В принципе, я очень долго старался, чтобы чисто пройти. Все же у меня получилось. вот я попал, он спокойно пропрыгивал. Использовал рампу. Это где бусты? Это ваку 3. Какие бусты? Бусты? Ты что? Ваку 3 бусты? святое. Да. Использовал здесь как раз с этого оба переключался на много скорости набирал. Вот у меня 20 хп осталось, когда я тут триггер очень хорошо попал в телепорт. ну, в общем, быстро должна быть. Выглядит очень даже быстро. То есть, вообще, без ступняка особо, я даже не знаю, как вот смотришь, и глаз радуется. прям. Давай, хвали меня. Себя как-то сложно хвалить. Все четко, четкий тайминг гранаты. Тяжело на самом деле без где-нибудь запороться на вот такой вот второминутной карте. Ну, да, тут надо очень как сказать, очень очень хорошую стабильность в движениях надо иметь, чтобы допустим определенные элементы выполнять стабильно, чтобы не фейлиться, как бы. Ну, тот же хардкор, который ты сразу направо улетал после ГБ. Даже в нем, если ты плазмишь не очень хорошо, то у тебя он будет получаться там, допустим, один раз из пяти, и уже в этом случае у тебя большая проблема на этой карте появляется. Хорошо, следующее Дильгада за 1.44. это он на целых 40 секунд быстрее, по 3. Play. Ну, здесь CPM попроще и с посмотрим обычным падом, по которым я в укутре проходил. Смотри, как ГБ с первого раза. Я, наверное, почти раньше должен все. Пик. Вау, второй ГБ. Использовал песнице, чтобы подняться на это. 8 HP у него осталось. Угу. Я почему-то подумал, что он сейчас недоплазмит. Не хватит у него высоты. ты видел техничная плазминка такая вниз долететь быстрее чтобы земли еще один boost прям мастер густов ну тут он прям у него видимо настроение хорошим пусть пусть практикует это очень даже хорошо он потом если будет такие бусты стабильно делать это не кажется тебя будет перебивать конце-то молодец следующий дымка андре ван андре ван я видел комментарий у него старая версия дефрага было или не старая неправильно 192 01 она еще по моему не введена в обиход на пол на стадии беты которые альфа лучше но на серверах то есть используется 91 24 помню 91 24 91 20 вот он делал кстати как в принципе я примерно показывал оба достаточно технично в принципе без особых таких запар углы хорошие на плазме ну может у кого-то с гранатой из за того что тут не сразу получается начинаешь плазмить а надо еще r-контролем это все подравнивать же чтобы ну нормально попасть ну под под плазмок лимп по то есть может поэтому многие от этого отказывались потому что получалось крайне нестабильно следующая демка торнер 1 раз в 4, play торнер вообще тут должен сейчас показать просто класс быстро начало без буста ну да интересно как он должен есть о рано что он так медленно проходил ну так а тут ай буст второй получился за никто не хотел доплазмивать вот эту стену вторую все почему-то сразу ударили делали джамп лишний на правой стене у вас проходил угу зонаты да да с бустами вполне слоу ну мог бы перезаписать но торнеры чё ты ты же уже достаточно опытный игрок ладно прости тебе фригант 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 перебил торнер фригант вообще красава давай я надеюсь ты сейчас покажешь нам как надо скиллинг репортов а вдруг фригант 4т короче ха 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 уже по-моему и в прошлом было сажать скин ну в ранготе в цп почему они не прыгали по решетке хотя оба по-моему ну все плазмили с нее практически все да я не знаю и в начале не прыгали почему или может они думали что ее же когда вверх смотришь со старта не видно получается и они может думали что она появляется когда ты выходишь как-то с телефона ну это сложно как бы подумать ахахахах может там тяжело было заворачивать после подбора плазмы нет ну там да там нормально там же еще даже если ты не сразу поворачиваешь там потом позже есть еще окошечко где можно свернуть все равно быстрее будет да только поздно как раз переключался на нее долго если бы не было плазма в начале а двень как-нибудь по-другому давалось стало бы получше ну самый верный вариант наверное давать оружие триггерам да да как бы и давать его вовремя не в том месте где где нужно из награната использовать угу куджимоши play куджимоши он же шмыга он же undead аэро он же бывший со клан энтера он же аутист как он сам себя назвал 17 посмотрим что он предложит желе целых 17 секунд по прохождению поэтому у тебя увидим как там на самом деле карта должна выглядеть единственный кстати пока из цепи миров кто вот так вот сделал кто использовал в принципе прямое преимущество цепи мэтр контроль завернул сразу с того джампа на стену тоже не стал доплазмировать сразу в дырочку ты летел ладно страна ты почти boost ну в этот момент тоже сроки то мне весьма такой хороший я сказал когда-то в лесенке вниз вот этот непонятное что мнение и не нравился ну чё последний демка я не знаю будем и потом смотреть медленном да да обязательно сначала с быстро и play топ-1 cpm человек который зарубил ее по моему в онлайне и line а онлайн вот я здесь сразу налево прыгал на эту трубу которые впадать пустил второй бост не использовал потому что его не видно и он мало чем дает на этих слегка не особый он такой прям важный вот эта лестница очень сильно мешалась да хороший boost кстати зацепил 3 ну вообще очень круто все а вот там узнется до хорошая плазма доплазмил и как некоторые это сразу с выхода порты хорошо и и словил да сурочек вас пустом со всеми всего чего можно последний стенку левый я не решился да да потому что вдруг я чуть правее левее проскочу от этого есть лагарин так сейчас поставлю тайм-скейл ну прошел очень хорошо я даже так не могу сказать какие-то недочеты были ли тебе наверное виднее будет может быть были ведь но их очень мало и на секунду я практически все чисто все что хотите да то есть и все бусты у тебя достаточно хорошо получились и вот вот все вот элементы которые особо особую роль играли в принципе для тайма в цепи они выполнены очень хорошо ну и вот это вот tryhard который хардкор поворачивание через лестнице она можно было конечно еще тут boost а но это замучаешься эти пусты делать один не получился и можно сделать тут boost там boost там boost везде можно сделать boost cpm вижу плазму делаю boost можно сделать с рампы boost потом на плазмы с тысячей отсюда здесь кстати я на самом деле думал что здесь очень будут кто-то бусты будет делать здесь скорость 1200 куда там еще пустит ну чисто для поворотов допустим к плюс сотка там плюс сотка здесь все равно time побыстрее тут тоже вот этот момент когда плазмишь а тебя в телепорт кидает там было по глазу словил очень хорошо прям идеально гранат хороший boost ну потерял габ стену конечно немножко но это не критично хороший рокет в конце видно прям уже стреляешь вот это чтобы наверняка последний вот даже три рокета там где-то чтобы уже точно пройти ну ты долго я играл да да я и нет больше в общем долго можно сервер как на серверах посидел пока я играл вот результаты мира сейчас я альтарность в браузер так он проходил с 4 по 11 февраля вот принципе карта дмки также здесь можно скачать комментарии почему-то ни одного нету результаты просто без комментариев ну заходите играйте увидимся наверное еще увидимся на серверах обязательно на обзорах на серверах и на стримах везде увидимся с вами всем пока всего доброго